Открой Открой мне, Господи, глаза мои Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы находимся в храме святых новомучеников и исповедников российских в Бутове. 75 лет назад, в августе 1937 года, в нашей стране начались массовые репрессии. О том, какую увековечивается память пострадавших в те годы, мы поговорим с директором мемориального центра Бутова Игорем Владимировичем Горьковым. Добрый день, Игорь Владимирович. Здравствуйте, дорогие друзья. Игорь, скажите, пожалуйста, мы находимся в нижнем пределе храма. Здесь развернута экспозиция, посвященная истории Бутовского полигона. Расскажите, что здесь за экспонаты? Бутовский полигон НКВД под Москвой – это крупнейшее из известных на сегодняшний день место массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий в Подмосковье в 1937-1938 годах. Документально известно, что здесь с 8 августа 1937 по 19 октября 1938 года были расстреляны и захоронены 20 761 человек. И вот здесь, в притворе Нижнего храма, который посвящен державной иконе Божьей Матери, мы рассказываем посетителям и гостям нашего прихода о том, что такое Бутовский полигон. На самом деле, эта экспозиция, хотя она и небольшая, но практически нет человека, которого бы она не затронула за самое живое. Потому что здесь показаны вещи, извлеченные в 1997 году из раскопа, который делался на месте одного из погребальных рвов, для археологического и антропологического изучения территории памятника истории Бутовский полигон. Многие же были даже такие, кто не верил и думал, что это все домыслы, что на этой территории действительно было расстреляно такое количество людей. И эти раскопки подтвердили эти догадки, эти документы, которые хранились в архивах. Ну, вообще принцип исторической науки таков, что нужно обязательно перепроверять или, как говорят ученые, верифицировать данные одних источников с помощью других источников. И в данном случае у нас в руках были документы, то есть те самые расстрельные списки обнаружены в 1991 году в архиве госбезопасности. Но это были только документы. А вот убедиться в том, что действительно здесь под слоем земли хранятся тела расстрелянных людей, можно было только обратившись к археологам. И в 1997 году действительно такие раскопки были совершены. И они показали, что действительно на территории Бутовского полигона находится 13 рвов общей протяженностью около 900 метров. И вот один из рвов был подробно инструментально изучен до самого основания. То есть археологи спустились на глубину примерно 4-4,5 метра. И там были сделаны те фотографии, которые вы сейчас видите на заднем плане. И там были извлечены те вещи, то есть предметы одежды, обуви пострадавших, которые выставлены здесь в стеклянной витрине. А вы при этом не присутствовали? Я был рядом, но поскольку туда вниз спускались именно антропологи-археологи, я смотрел, я сверху был, так скажем, свидетелем этих раскопок. Тогда еще не было нашего мемориального центра. Я тогда просто приезжал на Бутовский полигон помолиться в храме и алтарничал здесь в деревянной церкви на мучениках. Ну и какие это были впечатления? То, что вы увидели, это что? Ну, надо сказать, что действительно впечатление вот этой фотографии, которую сделали люди, непосредственно спустившиеся на самое дно Бутовского расстрельного рва, это были, конечно, самые сильные впечатления. И вот эта обувь, которая не разложилась в земле за 70 лет, она, конечно, вкупе с другими предметами, которые тоже были извлечены, с разложившими уже практически остатками одежды, с какими-то мелкими предметами, которых, очевидно, сопровождали людей в последний путь, это все, конечно, дает совершенно другую плоскость восприятию трагедии Бутовского полигона, потому что она становится для нас совершенно реальной, документальной, живой. И личной, что самое главное. В общем, конечно, да. Потому что все эти вещи принадлежали конкретным людям, и где-то оставались даже бирки, свидетельствовавшие о том, когда она была произведена, обувь или одежда. Это делает разговор о Бутовской трагедии конкретным, конкретным историческим. И в еще большей степени, конечно, этому способствуют и архивно-следственные дела, которые мы изучаем до сих пор в Государственном архиве Российской Федерации. Вот как раз из этих дел постепенно извлекаются фотографии, которые были сделаны сотрудниками НКВД тогда, в 1937 году, потому что при аресте человек обязательно проходил через фотостудию Московского уголовного розыска, отметка которого есть практически на каждой тюремной фотографии. И служебная инструкция чекистам строго предписывалась, во всяком случае, здесь, в Москве, а Бутовский полигон был своего рода образцово-показательной площадкой. Здесь отрабатывались те технологии уничтожения большого количества людей, которые постепенно распространились на всю территорию Советского Союза. И вот здесь, во всяком случае, жестко требовалось наличие фотографии заключенного при введении приговора в исполнение. То есть обязательно сверялась личность человека. И поэтому в архивах до сих пор хранятся, как очень важное свидетельство, фотографии большинства расстрелянных. То есть были фотографии всех, но по каким-то причинам, по разным причинам, конечно. Какая-то часть либо погибла, либо утеряна. В самих архивах сейчас их обнаружить не удается. Но в значительной части архивов следственных дел хранятся эти фотографии. Вот лица людей, которые на нас с вами сейчас смотрят, это лица тех людей, вещи которых были обнаружены в расстрельном рву, здесь выставлены в витрине. И, конечно, это дает нам понять масштабы, происходившие здесь. Действительно, катастрофы уже даже. Не трагедия, а катастрофы. Потому что мы видим, что уничтожались простые люди. Причем люди, которые были носителями культуры, традиции, которые принадлежали к православной церкви в большинстве своем, которые несли очень важный такой духовный и культурный потенциал в себе. Потому что эти лица, их просто можно рассматривать как свидетельство. Свидетельство того, что эти люди действительно были лучшими из лучших в свое время. И лица говорят о многом. Но когда их фотографировали, они еще не знали о своей судьбе. Конечно, они еще не догадывались, какая страшная участь им уготована. И, скорее всего, насколько мы знаем о практике карательных органов того времени, информация о том, что они приговорены к смертной казни, доводилась до каждого в отдельности человека только на месте расстрела. Скорее всего, из московских тюрем их вывозили для того, чтобы, как им говорили, перевезти в пересыльный лагерь. Их родственникам сообщали, что каждый из этих людей осужден судом тройки на 10 лет без права переписки. Только потом люди стали догадываться, что за этими словами скрывалась страшная правда о том, что эти люди были расстреляны. Но где они были расстреляны, родственники многие не знают до сих пор. Давайте попробуем воспроизвести тот скорбный путь, который проходили люди, выезжая из стен той или иной тюрьмы. Их было несколько в Москве. Их сажали в какие автомобили, по каким дорогам? В общем, конечно, сейчас в общих только чертах можем реконструировать этот процесс, потому что не так много живых свидетелей осталось в начале 90-х годов, когда с ними смогли поработать и сотрудники Министерства безопасности, которые, соответственно, тогда занимались реабилитацией жертв польчих репрессий, и журналисты, которые тоже попытались к этой теме прикоснуться. Но действительно, даже в начале 90-х были еще живы люди, которые принимали участие в организации массовых казней. И вот по показаниям их удается реконструировать, в общем, такую картину. В основном из Таганской и Бутырской тюрьмы сюда, на Бутовский полигон, ночью отправлялись машины, так называемые автозаки, специально оборудованные для перевозки заключенных. На борту этой машины, как правило, можно было прочитать совершенно невинное слово «хлеб». И вот эти хлебовоски, они постепенно по разным дорогам выезжали на старое Варшавское шоссе, для того, чтобы попасть сюда в окрестности Бутовского леса. Здесь была грунтовая дорога, по которой они съезжали. И через лес, уже через спецзону, которая контролировала сотрудниками КВД, эти машины попадали на ту центральную часть Бутовского полигона, которая сейчас огорожена деревянным забором с колечью проволокой и известна уже практически всеми миру как памятник истории. Вот именно здесь стоял деревянный барак, куда людей перегружали, где проводилась сверка документов, и где люди узнавали о том, что их приговорили к смертной казни. То есть, фактически, этот барак находился буквально в 5-10 метрах от тех рвов, куда им предстоит подойти? Совершенно верно. 5-10-20 метров он находился территориально, как мы теперь понимаем, не так далеко от места расположения деревянной церкви на территории Бутовского полигона. И вот там проходил сверка, там проводилась перекличка, там, соответственно, объявлялся приговор. Люди уже знали, что их ожидает. Как только светало, в разное время года, конечно, это были разные часы дня, расстрельная команда выводила группами заключенных, и на крое рва приговор приводился в исполнение. Тела сбрасывались, потом их, видимо, выравнивали, штабилировали, чтобы они занимали меньше места, потому что здесь убийство приобретает размах не просто гигантский, но, можно сказать, индустриальный. И это подчеркивается тем фактом, что сами рвы копались экскаватором. Экскаватор траншейного типа, изготовленный на Харьковском заводе, вырвал те самые 13 рвов, в которых сейчас хранятся останки здесь погибших людей. И после того, как партия была расстрелена, чекисты шли за следующей партией, и таким образом они в день иногда совершали расстрелы до 562 человек. 562? Да, есть такой день, действительно, 28 февраля 1938 года, когда здесь был поставлен такой страшный рекорд. Игорь, но я не могу не спросить вопрос, который многих волнует. Имеет ли смысл продолжать раскопки и придать земле по христианским обычаям прах тех людей, которые здесь были так бесчеловечно уничтожены? Знаете, дискуссия на эту тему продолжается. И сказать, что мы за или против, я не могу. Сейчас для этого нет реальных возможностей. Теоретически в будущем это может осуществиться. Но есть несколько проблем фундаментальных. Дело в том, что живых родственников, тех, чьи ДНК могут быть использованы для генетической экспертизы, о разве что одной двадцатой части, здесь нам, известных расстрелянных людей, можно сейчас обнаружить. То есть, соответственно, для генетической экспертизы очень мало материала. Придется раскапывать другие могилы на других кладбищах, чтобы этот материал извлечь. Здесь мы сталкиваемся с очень важными такими, я бы сказал, моральными проблемами. Еще в Римской империи существовало понятие покоя мертвых. Да, вот кодексом императора Астиньяна покой мертвых был очень жестко, так скажем, защищен в византийском законодательстве. Поэтому вот если у нас будет такая технология, если у нас будут средства, потому что пока Бутовский полигон существует как церковно-общественный мемориал. Не только на научную, но и даже на повседневную деятельность, здесь на охрану, уборку территории. Ни государственные, ни какие-то иные бюджеты не выделяют средств. Поэтому то, что здесь происходит, это результат общественной инициативы, результат благотворительной помощи прихожан нашего храма, тех людей, которые сюда приезжают в паломнические поездки. А такого рода деятельность, то есть создание здесь особой группы экспертов, изучение рвов, их извлечение тел – это огромные деньги. Если они где-то появятся, мы могли бы, конечно, об этом говорить, но пока таких средств нет, таких специалистов нет, такие технологии, насколько я понимаю, еще не до конца отработаны. Поэтому этот разговор, он будет продолжаться, но дело это не сегодняшнего, а завтрашнего или послезавтрашнего дня. Игорь, наверняка задают часто такой вопрос, как оно работает на Бутовском полигоне. То есть одно дело приехать сюда раз в год, два раза в год, но каждый день приезжать сюда, насколько это сложно? Морально, психологически? Ну, знаете, эта проблема встает не только перед теми, кто здесь работает, но и перед теми, кто сюда приезжает для того, чтобы помолиться, для того, чтобы вспомнить погибших здесь. И на самом деле от многих людей я слышу те слова, которые передают и мое собственное ощущение того, что здесь происходит. На Бутовском полигоне присутствует особая пасхальная атмосфера. Да, здесь страшно, конечно. Конечно, страшно ходить рядом с рвами, в которых лежат тела десятков тысяч людей. Но одновременно мы чувствуем присутствие здесь, незримое присутствие здесь святых. Тех, кто пострадал за веру и церковь, тех, кто пострадал за правду. И вот это ощущение стало фундаментом той концепции, которую мы сознательно закладывали в мемориальный комплекс, который здесь создается на протяжении уже почти 17 лет. И в первую очередь того храма, в котором мы сейчас находимся. Конечно. И я хочу особо подчеркнуть, что Бутовский полигон – это не только единственный в своем роде по масштабам, по значению церковно-общественный мемориал у России, но это еще и один из тех мемориалов, в общем-то, по сути, уникальный мемориал, который создается на основе традиции отечественной мемориальной культуры. И вот в основе отношения к усопшим, отношения к местам памяти о тех или иных социальных катастрофах в русской традиционной культуре лежало понимание того, что Христос победил смерть. Да, смерть ужасна, она страшна, но при этом на смерти не кончается бытие человека. И вот именно эта вера в то, что люди, погибшие, вставшие жертвой, или несправедливости, или стихии, или болезни, или войны, они все равно здесь предстоят, и предстоят не только здесь, но и молятся о нас, о престоле Божьем. Вот эта вера, она вдохновляла на протяжении многих веков русских людей создавать особые мемориальные комплексы у братских могил, такие комплексы называются кудельницами или божьими домами. Эту традицию мы изучили, также изучили традицию храмов на крови, которые насчитывают в русской культуре более тысячи лет. И вот, используя различные элементы этих традиций, в общем-то, была создана концепция, которая включила в себя также и появление того каменного храма, в котором мы с вами сейчас находимся, который посвящен воскресению Христову и новомученикам и исповедникам российским. Это очень важно, потому что именно вера в воскресение Христа, она вела людей за свои убеждения пострадать даже до смерти. И вот, когда мы говорим о этом храме, надо сказать, что его концепция сложилась в целом к 2004 году, и в разработке этой концепции принял ряд художников, архитекторов, участие – это и Татунов, и Аболенский, и Михаил Кеслер. И вот в результате здесь возникла интересная, можно сказать, уникальная концепция храма-памятника. Этот храм-памятник четко символически разделен на два уровня. Есть храм верхний, храм нижний. И над тем и над другим храмом поднимаются в небо пять шатров. Шатровые храмы изначально на Руси строились как храмы мемориальные. В данном случае шатер является как бы символом сеней небесной, которая покрывает это место, подчеркивая его особое значение. И это как бы лучи, которые сверху опускаются на землю, и для нас обозначают это место как особое, как место святое. Верхний храм, посвящен воскресению Господа нашего Иисуса Христа, он является собой образ торжествующей церкви небесной. Он просторный, светлый. Там собраны иконы мучеников и бутовских, и небутовских, пострадавших в разное время за Христа, самых разных святых. Нижний храм, который посвящен церкви земной, страждущей и воинствующей, он связан с особым переживанием исторического опыта церкви. Здесь мы видим в притворе вещи, извлеченные из рвово-бутовского полигона. Мы, спускаясь в нижний храм, он находится ниже уровня земли, примерно на полтора-два метра. На полтора-два метра мы как бы с вами спускаемся в историю, мы погружаемся в историю. И находимся сейчас на самом деле с вами на том уровне земли, на котором в примерно где-то метрах ста от нас находятся братские могилы. То есть мы вот видим здесь в витринах эти вещи, но одновременно мы спускаемся туда, вниз, в рвы, к телам расстрелянных здесь людей, чтобы соприкоснуться с историей церкви. И поэтому продолжается эта небольшая экспозиция, другой экспозиции, где выставлены вещи людей за веру в церковь пострадавших. Это часть нашего Бутовского музея памяти, который постепенно создается. А когда мы проходим глубже, вот сейчас мы с вами находимся почти в середине храма, мы видим вокруг иконы, которые изображают лики бутовских новомучеников, тех, кто здесь на Бутовском полигоне пострадал за веру Христову и уже прославлен Русской Православной Церковью. Таких на сегодняшний день насчитывается уже 330 человек. И они сгруппированы на иконах по дням своей мученической кончины. То есть те, кто вместе приняли мученический венец, они вместе на иконе и показаны. Таких икон вокруг нас сейчас с вами 51. На столпах иконы, изображающие архиереев, пострадавших на Бутовском полигоне. И первым из них, конечно, мы вспоминаем священномученика Серафима Чичагова, которому посвящен правый предел. Левый предел посвящен святителю Иоанну Шанхайскому, духовному вождю русского зарубежья, поскольку этот храм создавался в тот момент, когда как раз шел объединительный процесс. И здесь он начался, и здесь же он завершился совместным служением патриархов Алексея II и митрополита Лавры в 2007 году. И таким образом, вот этот путь русской церкви, такой непростой путь мучеников, исповедников, путь изгнанников, он здесь представлен теми ликами мученическими, ликами святых, которые на нас с вами сейчас смотрят. Игорь, мы находимся сейчас на Бутовском полигоне, мы видим, как он ухожен, обустроен, сколько всего уже сделано. Но что еще предстоит сделать, какие планы? Надо сказать, что с самого начала существования нашего мемориального комплекса родственники пострадавших и люди, приезжавшие сюда, выражали желание увидеть имена всех здесь пострадавших на досках памяти. Это очень глубокая традиция, по сути, очень христианская, потому что именно имя сохраняет память о человеке. И вот сейчас усилиями нашего перехода и мемориального центра подготовлен эскизный проект «Аллея памяти», который уже прошел через многие комиссии. И сейчас начинается, в общем-то, вот такой финальный этап утверждения проекта Министерством культуры и сбор средств для того, чтобы здесь установить памятник, который я хочу, в общем, вам показать. То есть там, где сейчас видны ряды яблонь, должна пройти «Аллея памяти». И когда этот проект будет осуществлен, то вот так между рядами досок каменных, где будут высечены имена всех здесь пострадавших, 20 761 человека, будут проходить посетители к колоколу памяти, который появится в перспективе этой аллеи. И надо сказать, что имена здесь будут высечены по дням расстрела. То есть таким образом мы получим своего рода объемную цитату расстрельных списков, которые как страшное свидетельство и цитата будут здесь представлены каждому человеку, который желает пережить встречу с прошлым, встречу с историей, понять, что на самом деле произошло тогда в России. Спасибо, Игорь, за беседу и за ваш благородный труд. Спасибо, Александр, за то, что вы поддерживаете наши усилия. Я надеюсь, что все зрители нашей передачи в этот особый памятный год 75-летия массовых казней в России обязательно посетят Бутовский полигон, помолятся здесь и, может быть, станут нашими сотрудниками, соработниками в волонтерских проектах. И пусть весь мир ликует и поет Разбуженный пасхальным перезвоном И слезы вдруг, как ручейки по склону И тает в сердце многолетний лед Так пусть весь мир ликует и поет Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин